Друзья, всем привет! Наверное, как вы уже знаете, мой новый велосипед будет не Merida и не что иное, как вот этот вот красивый, хороший, хромолевый бомб-трек. А в некоторых видео я своих говорил, что Merida Silex это легкий классный гравинник и ничего другого мне не нужно, но у меня были свои обстоятельства. Я говорил это в прошлом видео, почему я продаю Silex. Я, кстати, ссылку оставлю под этим видео, кто не видел, посмотрит. И Silex я считаю очень крутым велосипедом, но сложились те обстоятельства, когда мне нужно его продать и что-то взять взамен. Саша Лепота как раз собирал себе новый велосипед, бомб-треком он не пользовался, я попросил его подарить мне. Да, меня не смущает то, что мы здесь заварили его. Это мы варили в Турции. Здесь срывались болтики, вот эти мелкие болтики, они еще срывались в Киеве, я их садил на фиксатор избы, но понимал, что этим все не закончится. Я понимал, что нам нужно будет искать где-то какого-то сварщика в Турции, чтобы вот это вот все заварить. Мы его заварили, оно держится намертво, я не боюсь, что оно здесь развалится. Все-таки это сталь, это не алюминий, рядом оно не треснет и это не карбон. В этом плюс вообще хромолей. Можно варить и делать всякие штуки. Можно будет нафигачить себе здесь еще где-то бонок, но, судя по всему, здесь бонок и так хватает. Мы когда-то их все повыкручивали, эти болтики, с вилки и рамы взвесили, там что-то вышло, грамм 350 этих болтиков. То есть болтов здесь много. С этими маленькими винтиками, вот они где-то здесь вот, я что-то сделаю, придумаю, посмотрю, если они будут там мне как-то мешать. И, в принципе, этот момент я доделаю. Она осталась в пленке. Хотелось бы снять пленку, что мне больше нравится, матовый цвет. Но ее так посадили хорошо, что нужно будет где-то искать фен для того, чтобы разогреть и снять эту пленку обратно. Также к этой раме мне Саша подарил вилку. Тоже вилка у нас отжила много. Кстати, с вилки я уже снял пленку, только нужно сдереть вот этот клей. Ну, это такое. Как мы только приехали в Турцию, у нас почему-то, когда мы поставили переднее колесо, диск тормозной затирал очень сильно. Я там настраивал, наверное, минут 20 тормоза. И потом я только понял, что вот этот вот диск крепления, вот это крепление под тормоз было здесь изогнуто. И мы его там как-то пытались сравнять. Потом я не прикручивал передний тормоз. Мы поехали. Я думал где-то найти в городе механика, у них взять что-то, какой-то молоток и выровнять. Ничего у нас не вышло, мы не нашли никаких механиков. В итоге я взял кирпич и прямо на обочине фигачил кирпичом по этому куску железа. И в тот момент я думал, если у меня была алюминиевая вилка, то этот просто кусок бы отвалился. Была бы карбоновая, тоже пошли бы трещины, отвалилось и все. А сталь пару раз стукнул и все. То есть, ну я согласен, хромоли для туринга это круто, но он тяжелый. Эта вилка весит, наверное, как вся моя рама Сайлекса. Я ее взвешивал, выходило что-то 1,7 килограмма. Я сейчас даже держу в руке. Тяжеленная. Я даже думал, возможно, поставить себе карбоновую вилку Мерида. Должны вроде как приезжать с Сайлекса в запчасти, там будут тоже и вилки. И если она будет по какой-то вменяемой цене, я ее себе возьму. Но, почему я сейчас собираю бумтрек? Я хочу максимально сэкономить, чтобы мне максимально вышло все бесплатно. Вот мне Саша подарил раму, вилку. Подсидельный штырь я нашел, у нас валялся в магазине бесхозный. Забрал себе. Также я себе нашел обмотку для руля. У меня есть целый список, что мне нужно. И у товарищей попросил, и они мне дали руль. Это Мерида с какого-то гравийника, наверное. Даже, наверное, не с гравийника. Да, это не с гравийника. Я хотел с гравийника, чтобы он был развернут вот такой вот классный. Но такие еще не приезжали. Ну и мне подарили. Дареному коню в зубы не смотрят. Мне подарили, наверное, это от такого вот велосипеда. От какого-то шоссера, скорее всего. Такого, что они развернут. Ну, не сильно широк. Но лучше, чем, наверное, ничего. И лучше, чем покупать. Бесплатно все-таки. И что-то же надо будет повесить на вот этот вот штырь. И на этом штыре я оставлю свой Брукс, который у меня уже сезон. Это B17 Titan. Я поставил на Мериду, которую я продаю, в свою оригинальную родное сидение Меридовское. А на Бумтреке у меня будет мой Брукс. Потому что лучше Брукса я пока что ничего не нашел. Педальки у меня тоже остались. У меня есть и контакты Shimano 540, и есть Race Face Chester. Возможно, все-таки я буду катать на Race Face Chester. Потому что в контактных педалях не так уж много смысла. В контактных педалях есть смысл, если вы катаете на циклокроссе, на гравийнике, на шоссере. Или где-то именно тренировочки. Какие-то там вы выехали, вам надо проехать там сотку, 50, там типа вот такого плана. Но если это туризм, я заметил, что в контактах немного смысла. И то, что я встречал людей, которые реально турят, то никто из них не ездит на контактах. Даже Руслан Верин, насколько я помню, не ездит на контактах. Это неудобно. Ты нигде не можешь нормально походить. Ты ходишь в этих, цокаешь каблучками. Даже вот у меня кроссовки 510, хоть у нее утоплен. Но все равно эта обувь не такая комфортная, как ты можешь просто позволить себе там взять какие-то Найки, обычные какие-то сандали, наверное, и поехать в них. И, кстати, мы с моим товарищем Сашей, но не лепотой у того, у которого Marine for Conners, скоро едем в путешествие. Это будет такое лайтовое путешествие на 4 дня всего. У нас вышли там крутые дешевые билеты. И я надеюсь, что я Бумтрек до этого времени соберу. Если не соберу, то я поеду на Мериде. Или же возьму Славика. Красивый трек-чикпоинт. Да, у нас так куча велосипедов подсобиралась. Все они выставлены уже на продажу, но все мы понимаем, что зимой нереально что-либо продать. Так что у меня будет большой, грандиозный выбор велосипедов в путешествия. О путешествии тоже это в следующем видео. Там будет подготовка к нашей поездке. Мы будем, наверное, общаться, рассуждать, как же мы едем. У нас там такой прям мега-бом-штрип. И будем паковать велы, уезжать. Также в путешествии я буду все снимать и выкладывать видео с путешествия. Осталось мне немного. Я также приобрел себе колеса. Они там стоят в коробке. О них я расскажу уже потом, когда буду собирать велосипед. Это, в принципе, единственное, что я купил к этому велосипеду. И надеюсь, надеюсь, что остальные запчасти я покупать не буду. Уж-то не хотелось бы. Денег нету. И не хотелось бы их тратить на это. Хотелось бы по минимуму. Покрышки я жду. Они должны приехать нам вроде бы в зиму или ближе к зиме. Какие-то там новые Хатченсены. Если я не ошибаюсь, они будут 700 на 45. Но, возможно, таких не будет. И тогда я буду ставить себе шурли, те, которые стоят у меня на моей Мериде. У меня уже была идея просто их снять, поставить уже на Бумтрек. А на Мериду поставить, ну, что-нибудь. Что-нибудь найти. Может, даже бесплатно где-то у кого-то взять. И поставить уже на Мериду. И продать еще с другими покрышками. А шурлевские поставить себе на Бумтрек. Они классные. Мне они нравятся. Осталось запчастей мне немного найти. Осталось найти задний переключатель, монетку. Я хочу поставить систему с RAM. 1.11. Апекс. Мне очень нравится, как работает Апекс. Я пробовал, как работает Ривали, Форс. Ну, Апекс мне устраивает. С головой. Работает классно, он недорогой. И все круто. И компоненты будут недорогие. По итогу. У меня есть списочек. Мне осталось приобрести тормоза, монетки, переключатель, кассета, шатуны. И, наверное, все. Да, даже вынос у меня есть. Он валяется дома. С моего Сайлекса, который я переставлял. Коротенький вынос. Он у меня есть. В принципе, велосипед почти собран. Я уже вижу, как оно здесь все есть. Вот есть руль, вилка. Колеса у меня уже лежат. О них позже. Пока что о них говорить не буду. Обо всем. И когда я соберу уже весь комплект, чтобы собирать, я сниму видео, как я их буду собирать. Первые выезды. Ну, как все. Очень большое спасибо Саше за то, что он мне подарил фреймсет. Я у него не покупал. Это правда. Вот такое вот краткое вступление о подготовке моего нового велосипеда. Нового старого велосипеда к новой жизни. Я надеюсь, он мне прослужит верой, правдой. Это хромолевый классный вел. Мне он нравился изначально. Но, как я уже говорил, я сниму эту пленочку, что матом сети мне намного больше нравится. Спасибо большое Саше Лепоте, что он подарил мне такой классный фреймсет. Он дорогой на самом деле. Я бы себе такой не покупал. Это очень здорово и крутой подарок. Я думаю, все знают, кто такой Саша Лепота. Я не буду описать, кто это. Друзья, и спасибо за просмотр. Видео вышло небольшим, но все по факту. Как насобираю все запчасти, я буду собирать его. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписались. Ставим палец вверх, если вам понравилось это видео. И до скорых встреч.